Всем привет! У нас новая серия с бассенджи. Эльза отдыхается на колениках, потому что набегалась в лесу. Десятый месяц собаки, тот месяц, который она перестала расти в длину, в высоту. Единственное, мы контролируем ее ширину, потому что собаку сложно остановить в еде, нужно за этим сплететь вниманием. Но и давать дополнительную нагрузку физическую, потому что плохая погода приводит к тому, что собака может целый день проваляться дома. И ей, в принципе, не хочется никакой активности. Первое, с чего хочется начать, это рассказать про курсинг. Как мы поехали на курсинг для собак, и что это вообще такое. Утром разбудил собак, она еще хотела поспать. Еле-еле вышла из парадной на улицу. Я оставил ее только в ошейнике и не стал одевать на нее поводок. Это была моя ошибка, потому что, выйдя из парадной, потянувшись, она даже не успела сходить на полянку пописать. Она увидела напротив соседнего дома кота. Кот увидел собаку и решил делать ноги. Ну, собаке сон как рукой сняла, и она попогнала его. Догнала до забора, через который кот благополучно ускакал, а собака еще бегала вдоль него, вправо-влево, наверное, раз пять. После этого собаку посадил в машину, и мы поехали в поля на курсинг. Пошли. Вперед. Курсинг – это бег за механическим зайцем. В поле ставится машинка, которая закручивает веревку, кстати, на электромоторе. Эта веревка может вытянута, как быть, по прямой, либо по периметру, и тогда ставятся дополнительные шашечки-ограничители с роликами, вокруг которых протягивается веревка, чтобы она легко тянулась. Ну и, соответственно, когда идет затяжка машинкой веревочки, на обратном конце на нее завязан механический зайц. Ну, что это такое? Это узел из пакетов. Просто пакеты перемотаны в такой клубок, который может быть чем-то обмазанным, чтобы запах был и заинтересовать собаку. И, соответственно, когда оно тянется, он начинает волочиться по земле, подпрыгивать на неровностях, подскакивает, ну, то есть ведет себя более естественно, как такой прыгающий заяц. Ну, все возбудились, кроме тебя. Смотри на зайца. Давайте, давайте, мы туда обстанем. Мы доехали до туда, и я был удивлен количеством собак. Мы встретили 5 разных бассанджа, и еще уипита встретили, ну, и какие-то другие были породы собак. Большие собаки бегали отдельно, у них было время пораньше поставлено, в общем, их даже там отпускали сворой, то есть механического зайца отпускают, он стартует, и потом такая свора, 4-5 собак несется за ним, кто первый. Бассанджи в основном бегали по одному, но вот одна пара бегала вот именно двойкой за этим зайцем. Что меня еще поразило, бассанджи, молчаливая собака, но когда их привозят туда, несколько из них, они скулили, просто подвывали, они были вот в нетерпении, все изнутри выходило наружу звуком, что им хочется прийти на стартовую линию, и вот быть готовым бежать за этим зайцем, догонять его, ну, и, понятное дело, схватить, потому что охотничья собака, которая ждет свою добычу, точнее догоняет. Посмотрите на видео, как происходит бег за механическим зайцем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что могу сказать про Эльзу, для нее механический зайц не то чтобы зашел. Первый забег она начала хорошо, но услышала в удалении рев от мотокроссовых мотоциклов и остановилась. Пакет выпал из внимания и пришлось мне пробежаться, указать на него. Команда вперед-вперед, она разогналась и хорошо прошла дистанция. А в следующем забеге у нас начались проблемы. Она стартует прекрасно, пробегает 100-150 метров, а потом теряет внимание. И мне пришлось всю дистанцию в 400-500 метров бежать вместе с ней, потому что она бежит, отвлекается, то шуршание ролика у нее, то соответственно какая-то ямка, в которую нужно заглянуть, понюхать. И когда внимание уходит с этого пакета, с механического зайца, собаку нужно снова завлекать. Вот, смотри. Эльза, Эльза, попробуй. Прогурсинг могу добавить, что это хорошее занятие для собак, когда хозяева не могут дать своему питомцу хорошую физическую нагрузку, чтобы он прям выбегался, выплеснул свою энергию. В моем случае мы с собакой еще пока можем друг другу дать жару. Конечно, бегом я уже с ней устаю быстро, за 3 километра она меня обуватывает в легкую. И поэтому я пересел на велосипед, еще в прошлом месяце это показывал. Ну вот так мы дошли до второго вопроса. Какова же скорость бассенджа? Мы выходим на прогулку, проезжаем 5-7 километров, едем разным темпом, дистанцией. То есть это может быть и медленно, чтобы она легко сбежалась, разогрела свои мышцы. Несколько прямых мы прямо на спринтерский бег выходим на максимальную скорость, которую может выдать собака. Вот, и по максимальной скорости что я могу сказать? У меня трекер есть в приложении в телефоне, который показывает скорость, с которой я проезжаю дистанцию, какую максимальную достигаю. На пересеченной местности, ну вот максимум я разгонялся 25 с небольшим километров, на этой скорости собака начинала от меня отставать. Но не то чтобы сильно. Поэтому могу сказать, что скорость бассенджа это 22-23 километра в час при спринте. При такой скорости она может пробежать около 200-300 метров. Потом она начинает сдавать, скорость у нее падает существенно, где-то километров до 15. Со скоростью 10 километров она вообще легко бежать, может довольно большой дистанции. Главное, чтобы ни на что другое не отвлекалось. Быстрее, 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 быстрее. Тихо, тихо, тихо! Тихо, тихо, тихо! Тихо, 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 тихо! Тихо, 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 тихо! Тихо, 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 тихо! Тихо, тихо, тихо! Тихо, 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 тихо! В общем, хорошо провела время. Ну побегай, да хватит есть снег. Еще один момент, связанный с взрослением собаки. К щенку относились многие доброжелательно. Даже большие собаки никакой реакции злобной не проявляли. Сейчас появилось чувство, что это более взрослая собака. И вот тут первый, кто ее напугал сильно, оказался молодой мальчик Хаски. Что удивительно, да? К сучке такое проявил агрессивное состояние. Она хотела подойти понюхаться с ним, а он в ответ начал лаять. Сбил ее лапами в грязь. Ну и немножко вырвал клок волос. И второй раз, через пару дней буквально случилось, что мелкая собачка, даже не знаю, что за порода, маленькая всегда, которая хочет показать, что она очень злая, все будут там охранять, остерегать лающие. Мы уже прошли мимо нее практически. Ну то есть корпус Эльзы миновал эту собаку. И тот вспомнил, что он пес, он зверь, ему нужно показать себя. Слайм бросился на нее и схватил за бок и выцепил еще один клок волос. В общем, такие маленькие потери. И агрессии со стороны Эльзы пока в сторону собак других нет. Но вот другие собаки начинают уже относиться не всегда добродушно к ней. А при этом, когда ездили мы на курсинг, она нюхалась с другими бассенджами и вот она уже показывала рычание. То есть какой-то тесный контакт ей был не нужен. То есть она порычала, но без зубов, без всего. И соблюдайте дистанцию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочется чем-то еще увлечь бассенджи. Новые игры уже сложно придумывать, даже не знаю, что бы предложить ей. Гуляли по лесу, нашли колеса. Пытался покатать под гору, завлечь ее внимание, но сильно большого интереса к ним не приявило. Если у вас есть идеи, как можно было бы увлечь игрой собаку, пишите, пожалуйста, в комментарии, мне будет полезно. Хочется больше взаимодействия, а не только спринта и стайра в беге вместе с бассенджи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А еще прикол у нас был. Раз синичка залетела на балкон, жена ее отпустила второй раз. Залетела, я услышал. И когда у нас синичка на лоджии, животное сходит с ума. Посмотрите, как это происходит. Кто к нам залетел на балкон? Синичка. Нет, столько живности мы не заказывали. Котик. Синичка. Песик. Синичка. На этом у нас все. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Впереди будет много интересного. Истории про бассенджи Эльзу. А всем желаю удачи. Всего хорошего. И до новых встреч. Пока-пока. То-пока. Пока-пока. Пока-пока.